МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Свободное время нужно проводить с пользой". Здравствуйте, вы смотрите программу Город С. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня актер, художник и просто хороший человек Юрий Земляков. Здравствуйте, Юрий Кузьмич. Здравствуй, здравствуй, Мариан, спасибо за хорошие и теплые слова. Да, как же, у вас прям такое пополнение в вашей уже живописной коллекции, колоссальное, да, вы еще маленькую часть смогли к нам на телекомпанию принести. То есть лето у вас в трудах, в трудах. Ну, в общем-то, да, в общем-то, да. Как раз такой период, что хочется заниматься, есть свободное время, есть желание, вот, и поэтому вот работы, как бы, появляются новые. Вот таким вот образом. Начал я, можно сказать, со зверушек, которые понравились зрителям, которые приходили на мои выставки, вот, в Дом актера. Вот таких вот собачек, вот таких вот собачек я, значит, рисую. Вот. Мне вот очень понравился вот это хомяк, да? Да. Раньше хомяков я у вас не наблюдала, а вот в этот раз еще хомяки появились. Живность, живность вообще очень интересна. И кошки, и собаки, и вот хомячки. Хомячки, два хомячка у моего внука находятся, да? То есть это прям реальные хомячки, которые... Может быть, не совсем, потому что это у него белый, два белых хомячка, вот. Один побольше, другой поменьше. Вернее, они самочки, хомячки, самочки. Вот. И поэтому вот такие испуганные, такие обаятельные мне захотелось написать. Вот насколько мне, во всяком случае, понимается, сейчас поговорим отдельно о портретах, да? Ну, портреты можно это с фотографией какие-то вы берете, да? Кадры, может быть, откуда-то. А с живностью ее же вот так вот не заставишь позировать. Ну, это, собственно, тоже фотографии. Фотографии вы откуда берете их? Ну, это из интернета. Какие-то сам фотографирую, когда вот встречаю какого-то зверька интересного. Вот. Какие-то картины пишутся с фотографией. Вот у меня есть деревенская тематика. Я там и козы, значит, выступают. Расширяется список живности. В действующих лицах и козы есть, и, значит, лошадки, вот, петухи, куры, вот, котята. Жанровые такие сценки. Это тоже берется, в общем-то, с интернета. Вот. Есть замечательные фотографы, которые делают прекрасные снимки. И вот с них можно, что-то дорабатывая, что-то, значит, внедряя свое, можно, значит, делать сюжетные какие-то зарисовки. Слушайте, ну, у нас часто же художники на пленеры, да, выезжают на место. Вы этим летом, может быть, куда-то тоже выезжали. Не просто воздухом подышать, а именно с целью напитаться творческой энергией, чтобы продолжать живопись. В общем-то, да. Но я уже говорил, что я, в принципе, такой кабинетный, скажем, художник. Мне проще сделать фотографию, если куда-то выбраться, проще сделать фотографию, а уже потом с ней работать. Вот. Потому что, ну, природа изменчивая. Все. Если, например, облака, которые плывут, которые сложно зафиксировать, к примеру. Вот. Ну, я говорил, вот, делать наброски определенные. Вот. А потом уже, ну, проще, проще вот таким образом, что сделать фотографии, а уже с фотографией поработать, вспоминая вот то, что ты видел, значит, воочию, в реальности. Вот смотрите, две выставки у вас прошло. Да. Причем достаточно успешно. Много было и посетителей, и много было коллег, да, которые не знали о том, что вы открыли в себе художника. И мне кажется, что это большой такой пласт, когда коллеги, да, делали свои ценные комментарии какие-то давали, да, что Юрий, а как же так, мы не знали. Ну, это действительно неожиданность, и неожиданность, в первую очередь, для меня, потому что я вот так вот как-то начал внезапно, можно сказать, потому что увлечение было, можно сказать, сызмальство, вот. А вот серьезно взялся за кисть вот с масляными красками, и это вот уже, ну, я говорю, в конце 13-го года. Вот, естественно, это было неожиданно, как, собственно, для меня было неожиданностью, когда у нас режиссер Александр Мальцев, вот, Шаржи делает. Да, у Саши были прекрасные выставки, очень похожи. Да, он даже вмазил эту выставку в Москву, вот, там многие актеры изображены, и наши самарские, и, значит, столичные актеры, прекрасные Шаржи. Вот, для меня это было неожиданностью, и, наверное, неожиданностью для моих коллег-актеров то, что я вот вдруг стал писать. И об этом, ну, они высказывали свое мнение. Кстати, вот, посетители, которые были на выставке, тоже очень много оставили отзывов доброжелательных. Я им благодарен всем за то, что они написали такие лестные, приятные слова. Вот, некоторые даже у меня работы были приобретены. Вот, это хорошо, это уже коммерческая жилка. Да, нет, это стимул к тому, чтобы оно дальше развивалось. Это непростое, сложное такое, и, скажем так, не дешевое в плане того, что это занятие. Вот, поэтому это способствует. Так что, если кому-то что-то нравится, какие-то работы, то, пожалуйста. Вот. А заявки есть вот от друзей, от, также от творческого актерского цеха? Есть у меня, да, есть у меня заявки некоторые, вот, но подходить к ним. Вот, меня просят написать портреты, и некоторые, значит, товарищи, мои коллеги из театра, вот, просят написать портреты. Но я пока на это не решаюсь. Это только, это тоже очень так сложный такой, вдруг не понравится. У меня был опыт в этом плане. Я написал свою супругу. И пока я писал ее портрет, я очень сильно сожалел. Да. Потому что возникали какие-то все время то, значит, ну, то бусы не того цвета. Янтарь она носила. Я ее писал в молодости с фотографией, а там она черно-белая, и поэтому сложно было как-то восстанавливать цвета. Она говорит, у меня бусы были совершенно другого цвета, вот, они были, там, не красноватые, чуть-чуть янтарь, вот, это иное. Поэтому черты лица, что-то вот так не нравится, что-то, это вот такой мучительный процесс, когда знакомых своих пишешь. Тут-то попроще немножко. Но все равно портрет вот дочери вашей Вероники, по-моему, очень удачный, очень похожий, и вообще прямо Вероника что сказала? Да, и сейчас Веронике очень понравился. Но сейчас я еще пишу другой портрет, он мне более качественный, я бы сказал, и ее портрет получается. Вот, потому что, ну, со временем приходит определенный какой-то опыт, наверное, и умение возникает. Вот, то же самое, я говорю, что с животными, что с людьми. Мне вот очень многие высказывали такое мнение, что у вас, говорят, выразительно глаза получаются. Вот, и я постарался как бы вот больше вникнуть в эту проблему, чтобы они действительно были живыми такими. Живыми, и вот прописать, например, у тех же животных шерсть. Это определенные, вырабатываются такие навыки определенными кистями, которые сам даже, может, создаешь такие. Кистей много, кистей много, они быстро выходят из строя, вот, особенно мелкие, вот, там, нулевочки, единички, быстро выходят из строя, вот. И приходится, да, и эти они забиваются маслом, приходится, значит, как-то обновлять, вот. И это у меня такой арсенал вдоль подоконничка, они прям такой, таким, с штабелями такими выставлены. Вот хочу спросить, что самое трудное, когда ты все-таки пишешь человеческое лицо, потому что у нас же и морщинки, и брови, да, и какие-то такие мелкие, тонкие детали. Что самое для вас, вот, ну, может быть, несложное, но кропотливое? Ну, в принципе, все, все кропотливо, но я начинаю с глаз. Вот, если они удаются, вот, если они получаются, то тогда, я почти уверен, что и выйдет весь портрет, получится. Ну, а морщинки, естественно, прописывать приходится, это вот тоже техника такая непростая. Ну, вот, учусь, учусь, пытаюсь достичь совершенства. Конечно, это не академический портрет, вот, там, как пишет, к примеру, Шилов, многие такие художники. А вот что у меня, собственно, получается, но узнаваемо, говорят, в общем-то, узнаваемо. Даже производят такое впечатление. Они приезжали, вот, из Похвестнева актеры проводили спектакли в Доме актера. И вот им очень понравился Абдулов и, говорят, поразил особенно Миронов. Он несколько неожиданно там написан весь такой, я говорю, он в Думах. Вот. И другие, в общем-то, портреты выделяли. Ну, вот смотрите, я вот в прекрасной компании сижу, Владимир Машков и Сергей Безруков. У вас прекрасная дама Светлана Хоченкова, Марина Александровна, ну, и там, в глубине Александра Домогаров у нас затесался. Что в плане мужчин-женщин? Вот есть ли какие-то отличия принципиальные в плане именно подхода и написания? Потому что есть ли вот эта мысль, что, а вдруг женщина все-таки обидится, что она там старше, чем она есть, выглядит, или еще какие-то вещи? С мужиками-то попроще, наверное, или нет? Да, в общем-то, женщина обязательно должна быть красива. Это вот в любом случае она должна получиться. Потому что вот один коллега мне сказал про Лизу Боярскую. Он когда увидел ее не на портрете, а просто у меня была в фотоаппарате, она, значит, он говорит, о, как ты ее изуродовал. А я потом задумался, а почему, собственно, он так сказал. Ну, то есть там были прописаны тени, более ярко выраженные, насколько я понимаю. И когда я их несколько стушевал, сгладил вот это вот и сделал такие более мягкие переходы, вот, мне кажется, она получилась выразительной довольно-таки. Как вы решаете, кого написать? То есть посмотрели кино какое-то или сериал, или увидели в передаче, или просто вот нравится вам этот актер или актриса, и вы вот беретесь за этот портрет? Или вам кто-то подсказывает, что там, Юра, напиши там вот того-то? Ну, бывает и такое, мне супруга иной раз вот говорит, вот, напиши, напиши, а особенно у меня еще нет этого портрета, она мне говорит, напиши Челентано. Слушайте, какая хорошая идея. Она говорит, напиши Челентано. У меня есть уже опыт на зарубежных наших артистов, вот, и Алан Делон у меня есть. И Брэда Питта, я помню. Да, и Брэд Питт, и Ричард Гир, вот. Вот, не знаю, это вот такое пожелание. Пока еще не приступил, не написал этот портрет. А что-то самому нравится, какие-то люди просто-напросто. Вот, например, очень изменился, да, у нас вот в последнее время. А какой он был молодой, хотя уже изначально, изначально вот у Домогарова видна вот какая-то трагичность, может быть, в его... Вот сейчас вот он очень изменился, мне кажется, вот, чистый человеческий и все, и какую-то вот такую уже прожив определенную жизнь. Вот, но вот в ранних его портретах, фотографиях, вот уже как бы вот эта судьба отчитается. Вот, поэтому что-то вот таким образом заинтересовывает, за это вот берешься. Кто еще, вот смотрите, животные, да, обсудили с портретами тоже, а теперь еще появляется у вас, ну, что-то типа натюрмортов, да, или, как вы говорите, какие-то деревенские... Жанровые такие, да, жанровые зарисовочки такие. Вот я, я так ее обозвал, назвал, название такое дал, братки, у меня там два кабанчика, две свинки, вот они, значит, они почему-то один такой белесый, вот белобрысый, а другой чернявенький. Они очень понравились, вот зрители их выделяли. А потом, значит, еще я сделал петушиный бой. Петушиный бой, когда один петух как бы слетает с забора, вот, и вот такая между ними как бы схватка происходит. А для какой-то сюжетного развития, для какого-то, для так, усложнения этой ситуации, я нарисовал цыпленочка рядышком такого. Я видел, я видел, в социальных сетях вы выкладывали, да, этот портрет. И назвал, назвал вот эту, вот эту работу, значит, судья, то есть вот два главных действиящих лица, а вот здесь вот в уголке как раз вот этот вот цыпленок, который так вот... Нахохленный немножко такой. Да, так вот судит, он так вот смотрит на это довольно-таки так независимо, и, в общем, вот эта тоже картина понравилась, и поэтому у меня, ну вот я решил дальше продолжить. В театре нет предложений, чтобы вот оформление спектакля еще какого-то сделать, вот художественного, и вообще пошли бы вы на это, если бы вам предложили? Нет, это слишком серьезная вещь, потом там должны быть профессионалы, хотя раньше у нас ребята пробыли, и сейчас есть, но это очень такая вещь ответственная, я бы сказал, потому что как-то оформить спектакль, это должны действительно, мне кажется, делать профессионалы. Вот, у нас приглашают в основном даже столичных художников, оформителей, вот, а местных я даже такого и не припомню. Хотела еще вот смотреть, что обсудить, есть вот такие продуктивные художники, да, вот как вы, например, у вас две выставки прошло вот с небольшим там перерывом, вот сейчас лето, вы хоть и в отпуске, но вот без дела не сидите, насколько мы видим. Да, да, да. Как-то заявок в этом плане. Вот я, пожалуйста, в интернет, кто хочет зайти на мою страничку, там ВКонтакте или как, там, какими-то работами поинтересоваться, заинтересоваться этим. Но, в общем-то, сейчас эта проблема, насколько я знаю, это общая проблема. Художник должен как-то активно, вот говорят, активно в эту работу включаться, то есть должен быть еще и продавцом своих картин, вот, чтобы и рекламировать их, и как-то, значит, активно в соцсетях участвовать, вот, в таких, в продажах, так называемых интернет-магазинах, вот, вот этим заниматься. Не знаю, мне сейчас на данном этапе, конечно, интересно вот просто в разных областях себя пробовать, потому что я вот сейчас... Это вот все работы как бы а-ля прима, написанные, ну, вот, они сейчас берутся и пишутся, едновременно, вот, сел человек и написал работу. Вот, ну, бывает еще второй сеанс, ну, желательно это сделать работу за один сеанс, потому и как, иной раз уходишь в ночь, вот, чтобы краски еще когда не встали, и вот поработаешь, еще ночью посидишь, если начинаешь так побольше времени, чтобы закончить, завершить портрет. Вот, вот, я, обдуву, кажется, 17 часов писал подряд, подряд, вот, у меня вот так вот было, с перерывами там попить чайку, вот, кофейку, закусить, вот. А новые техники, новые техники, вот, как бы, эта работа, вот, она выполнена, вот, оно, конечно, утрачено, но вот в стиле старых мастеров. Это вот голландская живопись, вот, это многослойная живопись, она вот пишется как раз длительно, то есть надо, чтобы слой, который наносится первым, там, он высох, это длительный процесс, это там около недели должно пройти, потом еще следующие накладываются, там, имперматуры, потом еще, подмалек, это вот в такой технике выполняется. Мне тоже как-то интересно этим заняться, попробовать, вот, но это, это вот более такая сложная, что ли, работа, более такая она кропотливая в этом плане, вот. Вот, а то, что делается мгновенно, ну, как бы, вот, а-ля прима, вот, сейчас раз, это тоже есть свои преимущества, в каком смысле? Человек выплескивает свои эмоции, свою энергию. Вот, у меня тоже было несколько отзывов на то, что у вас, говорят, энергетика чувствуется в картинах, вот, там, разные эпитеты, там, типа, мощная энергетика, и я не знаю, насколько она мощна, вот, но, тем не менее, когда пишешь, вот, стараешься вложить, ну, сам участвуешь, сам переживаешь, вот, особенно с теми людьми, я говорю, вот, с Абдуллом, у меня, я вот говорил в прошлый раз, у меня все были, и я, и на сценической площадке в Самарте с ним выходил. Ну, есть личные отношения. Да, есть какие-то вот такие отношения, вот, и поэтому, зная этого человека несколько, вот, и когда пишешь его портрет, и какая судьба, все это накладывается, соответственно, и как вот он ушел, осталась дочка, и вот он только-только, как бы, вот, начать бы жизнь, и человек уходит. Вот, поэтому, вот, все вот эти эмоции, они, естественно, передаются, наверное, наверное, передаются, вот, и, вот, может быть, это самое ценное, может быть, это самое ценное, если вот эта вещь возникает во время работы над картиной, вот. То же самое, это можно любой сюжет взять, то же самое и пейзаж, там, взять, потому что, если вот это на тебя произвело впечатление, и ты это постарался как-то воплотить в жизнь, вот, в картину, то это, наверное, произведет впечатление и на зрителя. Вот, а это, наверное, самое ценное. У нас часто бывают какие-то выставки общие, да, сборные, так скажем, когда разных художников, ну, там, по три-четыре, может быть, картины, да, художники предоставляют, но много, 10, 15, 20 художников. Хотели ли бы вы поучаствовать в какой-то подобной выставке, да, есть ли в этом смысл для вас, или больше вам ценен именно одному показать только все свое, и с кем из художников, если бы вы хотели, да, такой вот опыт получить, с кем бы вы хотели объединить? Ну, я не могу строить каких-то перспектив, потому что у меня не возникало ни предложения подобного рода, вот, ну, большое спасибо, огромное спасибо Дому актера, которые вот пошли на это и сделали вот эти две выставки, я просто им очень благодарен, а то, что вот, я знаю, такие выставки проходят, вот, например, в Вавилоне у нас, да? Ну, да, есть у нас несколько площадок, где бывает... Да, я видел, и там как раз были такие детские, тематика детская и животные, животные, ну, серьезные художники, вот, настоящие художники, которые выставили свои работы, вот, там было по несколько, действительно, по пять, по шесть картин так представлены. Я посмотрел, в принципе, ну, беру, может быть, многое на себя, но я мог бы там тоже присутствовать. Ты был такой, посмотрел, пришел, мои не хуже, да? Да, то есть я, да, ну, то есть мне не было бы стыдно за свои работы, я думаю. Вот. Так что, ну, пока таких предложений не поступало, хотя я бы не против поучаствовать. Я знаю, что вы еще, помимо того, что мой друг художник, он еще и поэт. Нет, я, к сожалению, не поэт, я актер. Вот, я актер. Остается у нас как раз немножечко времени, я знаю, что вы хотели порадовать наших телезрителей и ваших поклонников басней. Да, это вот относительно, наверное, тех переживаний и мучений, которые испытывает художник, когда пишет свою картину. Слон-живописец Сергей Михалков. Исполняет Юрий Кузьмич Михалков. Спасибо. Слон-живописец написал пейзаж. Но прежде чем нести его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Не звергнут? Или вознесут? Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше встал? Кто подошел поближе? Ну, что же начал крокодил? Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет, в том нет большой беды, сказал тюлень. Но где снега? Где льды? Позвольте. Удивился крот. Есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, промолвила свинья. Картина удалась. Друзья. Но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон. Закраски снова взялся он. И всем друзьям по мере сил слоновой кистью угодил. Изобразив снега и лед, и нил, и дуб, и огород. И даже мед, на случай, если вдруг медведь придет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали. Веролаж. Мой друг, не будь таким слоном. Советом следуй, но с умом. На всех друзей не угодишь. Себе же только навредишь. Браво, замечательно. Это вы знали заранее, раньше эту басню? Или уже в процессе вашего живописного творчества? Нет, она у меня была немножко ранее. Я же говорил, что я как-то увлекался живописью. Эти занятия в училище по искусству изобразительному мне всегда были интересны. Спасибо вам огромное, что вновь нас посетили. Ждем с нетерпением еще вашу выставку и новые портреты, пейзажи, животных. Все, что угодно. Спасибо большое. Ваши руки, ваши кисти. Созрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова